Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Возлюбленное Господи, Отцы, Матери, Братья и Сестры, сейчас у нас идет Великий Пост, и по поводу поста приходит много вопросов, в том числе и этот. Где именно проходит тонкая грань между здоровым питанием и чревоугодием? Много лет задавалось этим вопросом. По телевизору на канале Спас есть передача «Монастырская трапеза», и там профессиональный повар дает мастер-класс, готовки пост на пище. Мама дорогая, на мой взгляд, это дикое чревоугодие, но он вроде готовит для монастырской братья. Так где же эта тонкая грань? Батюшка, поясните, пожалуйста. Недавно у нас есть много каналов, в том числе есть канал на Дзене, и по-моему на Дзене, если не ошибаюсь, или в Ютубе, но скорее на Дзене, такой был вопль души, как раз когда отвечал на вопрос по поводу дивана, которому 30 лет, на котором сижу. И вот, конечно, дискуссия завязалась о роскоши священников, очень больная тема. И вот один брат излил вопль своей души, в комментарии сказал, что вот меня пригласил когда-то батюшка в Великом посту на такую общую братскую трапезу при храме, а я пришел, а там мама дорогая, огурчики такие, блинчики такие, и там какие-то салатики, и картошечка, и что-то там еще было. Человек был оскорблен в лучших своих чувствах, видимо, говорит, я попил чайку и пошел. Ну, то есть совершил такой героический поступок, постнический, и всех превзошел там, которые, конечно же, с его точки зрения, оказались духовно менее развиты, менее подвижники, чем он. А я хочу сказать, что как поступают святые отцы в этом случае. Советую этому брату, если он, может быть, будет смотреть наше видео, посмотреть, а почитать, точнее, очень вообще почитать потеряки, это не жития святых, там рассказываются более реальные детали жизни святых, с искушениями, с падениями, и с победами, и восстанием, покаянием, и победами после этих искушений. Вот там есть прекрасные истории о том, как святые отцы поступали в этом случае. Ровно такая же история, как у вас. Один Ава шел со своими учениками, путешествовал по пустыне, и попали они в какой-то пустынный монастырь, это в Египте было. Это история рассказана в Отечнике Игнатия Брянчаминова, там очень много подобных историй, собранных с лучшей историей со всех потеряков. Очень советую эту книгу прекрасно почитать. И вот они попали в монастырь, и попросили подождать некоторое время перед трапезой, а потом, конечно же, вели в трапезу, и они увидели огромное количество выборов блюд, и даже не постных блюд. Всего-всего такое изобилие, столько еды, а был пост. И вот среди этих путешествующих, конечно, был старец Ава, многоопытный, святой жизни, и ученики, которые начали наблюдать, что будет делать Ава, какое будет его благословение. Помолившись, братья села за стол, и Ава начал кушать, в первую очередь, именно скоронные эти блюда, которые им приготовили в пост. Он поел эти скоронные блюда, потом перешел к другим блюдам, все попробовал. Ученики, понятно, за послушание всегда подражают старцу, старец всегда прав, он от Бога, он наставник, Ава. И они тоже кушали вместе с ним эту еду, потом поблагодарили, пообщались с братьями, и пошли дальше путешествовать в другой монастырь, чтобы получить духовную пользу. И когда они прошли некоторое время, учеников было тоже некоторое смущение, все-таки, они знают предписания и учения церкви о посте, и вот они начали смущаться, задавать вопрос, Ава, почему вот эти братья, они живут в такой отдаленной пустыне, в подвиге, и вот так вот роскошно питаются, и в пост, да еще и не пост на еду дают. Ава сказал, помедлим, и немножко они задержались на этом месте, а потом сказали, давайте вернемся. И когда они вернулись, они вернулись как раз к ужину, вошли внезапно, без предупреждения, видели на столах только воду и хлеб. То есть, братья этого монастыря, они жили в очень строгом посте, но когда пришел к ним старец, очень известный старец египетский, почитаемый, уставший с дороги, они приготовили по любви к старцу, ну и, конечно же, чтобы скрыть свой пост, чтобы не было похвалы от старца, чтобы не тщеславиться, приготовили самое лучшее, что было. Зная канон церкви о том, что путешествующим попускается послабление поста и даже нарушение поста, когда человек путешествует, но если нет возможности питаться пост на пищу, и что старец, он пожилой, устал с дороги, ему надо укрепиться с коронной пищей, они все это приготовили с большой любовью. Старец же, который все это увидел, заботу, любовь, братья, конечно же, было бы неправильно, если бы он фыркнул, показал свою костническую такую гордыню, и, может быть, этим бы он не хотел нанести обиду братьям. И, может быть, даже братья не обиделось, но он не хотел не почтить вниманием их труд, ведь они трудились, готовили для него, чтобы его укрепить. И он все это вкусил. И вот эта любовь, она выше, чем пост, она выше, чем молитва, она выше всего, любовь, которую явил Старец. Поэтому вот этому брату, который пришел на эту трапезу, которая приготовлена была для разных многих людей, ведь не все у нас могут действительно поститься, как ты, брат, чай попил и пошел. Многие только начинают свои постнические подвиги, многие люди готовятся годами к тому, чтобы начать совершать постную трапезу. Для многих людей это большое лишение, это огромный шаг, очень важный шаг в жизни, начать поститься, потому что чревоугодие действительно очень тяжелая, очень глубокая страсть, которая нам владеет. Очень многие люди не могут причащаться по этой причине, потому что не могут даже три дня выдержать поста. Для них это великий подвиг. Ну, для нас в церкви, которые уже десятилетиями ходят в храм, уже это радость, это легко, это привычно, никакие затруднения. Хотя все равно и даже сейчас, у нас спустя более чем 20 лет церковной жизни, все равно пост это некая усилия над собой, хотя бы даже первые дни, чтобы перестроиться и выйти из того режима питания, который был. Это все равно это подвиг, но уже маленький, и к концу поста или в середине пост уже вообще не чувствуется, нет никакого желания вкушать скоронную, и можно поститься так вот все время. А для многих людей не так, и поэтому они приходят в храм и работают в церкви, и многие пришли в гости к священнику, как этот брат, который попил чайку и ушел с возмущением и осуждением священника. Они пришли в храм, к батюшке пообщаться, и священник их по любви готовит им разные, но постные, но вкусные и разнообразные блюда, зная, и поэтому по любви надо вкушать. Даже если бы там в монастыре было скоронное, можно было бы вкусить. А я знаю монастырь, где очень болело братья, а игумен в монастыре очень тяжело болел, и там в пост давали рыбу, потому что все были больными, очень тяжело больными. Поэтому любовь превыше поста и всех прочих подвигов. И вот я думаю, что вот эта передача на канале Спас «Монастырская трапеза», она для всех людей, которым трудно совершать пост, и чтобы они на первых порах могли иметь разнообразие в постной еде. А монастырская трапеза, неужели так едят в монастыре разнообразно, туда, где не приходят часто паломники, гости за братскую трапезу. Да, в монастыре так едят. И по этому поводу еще расскажу одну историю из потеряка Игнатия Бранчанинова. Было два брата. Они очень были суровыми аскетическими подвижниками в миру. Вкушали там очень постную трапезу, очень мало, очень аскетически, совершали большие молитвенные подвиги. И вот один брат ушел в монастырь подвязаться, принял там монашество, а другой брат остался в миру. И вот когда брат пришел через сколько-то лет в гости к своему брату в монастырь, вдруг он увидел, что его брат, во-первых, там очень изобильная трапеза в монастыре, такая, которую даже в миру не вкушали, он видел, что брат гораздо меньше молится в миру, в монастыре, чем он молился в миру, больше отдыхает. И когда брат его из мира пришедший увидел, что монах гораздо меньше молится его брат, чем молился в миру, чем вкушает гораздо больше и разнообразнее еду, чем он это делал в миру, меньше поститься, он сказал, брат, как же так? Я думал, ты станешь выше духовно, взойдешь еще на какие-то ступени поста и молитвы подвига, больше молиться, больше поститься в монастыре, а ты стал меньше. И когда мудрый брат ему ответил, ты знаешь, в миру мы постились и молились, и наши посты и молитвы подвиги подпитывались тщеславием. Мы делали это, чтобы иметь похвалу от людей, от окружающих. И даже если не имели это, похваляют людей, а мы имели ее, и услаждались ее, мы тщеславились сами этим. И это нас стимулировало, это было тем топливом, тем бензином, который заводил двигатель нашего поста. Здесь монастырь тщеславится ни перед кем. Все в равных условиях живут, и никто не похвалит за постные подвиги. И поэтому здесь гораздо больше надо усилий, чтобы быть с Богом и совершать тот подвиг, который мы совершаем, чем это было в миру. В миру это все было по тщеславию. И поэтому в монастыре, братья и сестры, конечно же, люди совершают великий подвиг духовный, великий подвиг духовный. В миру даже не снилось таких подвигов. в монастырь, как бы это в миру ни постились, ни молились, все равно никогда не будут в таком духовном подвиге, как в монастыре, когда отсекается своя воля, и человек добровольно принимает на себя многие лишения, чтобы быть со Христом. В миру многое множество утешений. Пошел с детьми поигрался, поумилялся, пошел погулял в сад, пошел попел поплясал, пошел попразнословил с соседом или с кем-то, посидел в интернете до посинения, да что угодно, кино посмотрел, а в монастыре какие утешения, кроме богодательства духа. Так вот в монастыре трапеза является утешением, и в монастыре должны хорошо кормить и хорошо кормят и разнообразно кормят. Но в монастыре подается кастрюля и набирает сколько хочешь. Хочешь вообще не ешь, хочешь утешайся, тоже в зависимости от духовного уровня и полида человека. Поэтому не надо этим соблазняться, что монастырская трапеза передачи такой нам изобили яст показывают. Действительно многие из них есть монастыря, потому что в монастыре это утешение. Действительно многие эти блюда, приготовления блюд на этой передаче нам показывают о том, что постная еда может быть вкусной и разнообразной для тех, кто пока еще не зашел на какие-то подвижнические, постнические ступени. а где-то грань, которая проходит между чревоугодием и вот в этом случае и действительно подвижничеством. Эту тонкую грань мы должны находить сами в себе, будучи в себе строгими и внимательными к своему сердцу. что наше сердце выдает желание объедаться различными блюдами или для нас это является утешением. Помоги нам всем, Господи!